Многие люди спрашивают, как узнать природа скорби. Она посылается за грехи или это нормальное состояние, которое нужно проходить и терпеть. По поводу грехов. У нас есть очень четкий такой фиксирующий духовный инструмент, имя которому совесть. Если человек живет по-христиански, очищает свою совесть покаянием, то как вот на белой одежде видно любое грязное пятно, также на чистой совести человек чувствует действие греха. И не будем лукавить, можно человека разбудить ночью и спросить, за что ты страдаешь или почему тебе так плохо или какова причина болезни, которой ты уже много лет несешь. Если у человека есть явный грех, ну это может быть сделанный аборт у женщины. Это может быть супружеская измена в браке или сожительство молодых людей до вступления в брак или какой-то явный поступок, связанный с обманом, с воровством, с обидой родителей. То есть ты понимаешь, что ты нарушаешь Божию заповедь и тебе, как говорится, прилетает. И вот если здесь не устранить первую причину, то вряд ли Господь уберет из твоего страдания, потому что этим страданием он тебя будет. Этим страданием он тебя, с тобой разговаривает. Есть ситуации, когда скорбь приходит в жизнь человека не за грехи. Ну если вот обратился к Евангелию, то в Евангелии от Иоанна есть два таких интересных примера. Первый связанный с несчастным таким человеком, который 38 лет лежал в расслаблении, и когда Господь его исцелил, то сказал слова. Ты стал здоров, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Вторая история описана в 9 главе Евангелия от Иоанна, где ученики вместе со Христом увидели слепорожденного человека. Задали вопрос. Рави, кто согрешил? Он, этот слепец, или родители его, что родился слепым? И Спаситель отвечает. Не согрешил ни он, ни его родители, но для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть вот два совершенно противоположных объяснения и две разных причины. И в том и в другом случае люди страдают, но причины страдания разные. И, как мы говорили, в христианстве, если человек живет честно, воцерковляется и следует Божьим заповедям, и в его жизни все-таки приходят скорби, это совершенно нормально. То есть если твоя совесть тебя ни в чем явном не обличает, то не нужно копаться, искать первопричину, бегать к священникам, спрашивать за что, почему. Нужно принять, нужно эту скорбь принять, спокойно принять и с ней учиться жить. Ну, например, может быть скорбь послана в виде больного ребенка. Вот это особая такая тема, мне она очень близка, потому что у нас у самих в семье есть сын-инвалид. И вот сначала мы этот удар достаточно тяжело приняли, не буду лукавить. Но прошли годы, и мы смирились. И этот больной ребенок наш последний стал любимым ребенком. То есть когда ты принимаешь вот это Божие посещение, то Господь обязательно дает тебе силы. И вот в этом вот смиренном несении креста скорбей человек часто находят еще и утешение. И каждому человеку, вот кто проходил такой опыт, может быть личной болезни, может быть потери близких. Особая тема, когда человек теряет, детей теряет, жену может потерять, остаться один. Когда ты становишься один, нельзя забывать, что Бог тебе становится ближе. Это тяжелый опыт, безусловно, но он истинный. То есть человек, который прошел страдания, он пришел к Богу гораздо ближе, чем тот, кто это страдание не прошел. Так что вот в таких понятиях, таких вот объяснениях мы будем, наверное, размышлять в отношении скорбей и их первопричины. То есть когда есть явный грех, нужно обязательно эту первую причину устранять через покаяние, перестав, так сказать, обрывать эту греховную связь. Так? А если это скорбь, которая является признаком нашего избранничества и совершенно нормального состояния, нужно смиренно эту скорбь нести и проживать. От этого будет результат обязательно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.